Родители студентов заволновались. В России планируется повышение стоимости платного обучения в коммерческих высших учебных заведениях. Об этом сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов. В новом учебном году оно может подорожать на 10-12%. Моя коллега Екатерина Дворникова узнала, чем обоснован рост цен и стоит ли его ожидать в государственных вузах. Катя, почему вообще вдруг заговорили о повышении стоимости обучения в вузах? Причина простая. По словам Зернова, негосударственным вузам нужно просто как-то выживать. Цены на услуги ЖКХ, электроэнергию растут. Зарплата педагогов тоже на все нужны деньги. Брать кредиты в банках крайне невыгодно, так как выросли ставки. Получается, коммерческим вузам придется выходить из ситуации путем повышения стоимости обучения. И как к такой новости относятся родители студентов будущих? Родители говорят, что это безусловно ударит по семейному кошельку. Все мы прекрасно понимаем, что у нас зарплата растет только по статистике. А на самом деле доходы у населения не растут и сработает достаточно проблематично. И то, что в текущий момент поднимать вообще какие-либо цены на обучение, это очень такой непонятный ход со стороны государства. Алена озвучила очень интересную мысль. По ее мнению, вообще, первый год обучения в вузах должен быть бесплатным для всех студентов без учета баллов ЕГЭ. Если первокурсник понимает, что он учится не там, где бы хотел, то он может сменить учебное заведение без денежных потерь. А если студент учится хорошо и хочет дальше получать выбранное образование, то остальные годы обучения должны быть для него также бесплатные. Но кто учится абы как и лишь бы получить корки, тот пусть платит, считает многодетная мама. Кстати, вот есть мнение, что платники не так ответственно относятся к учебе. Есть такое мнение. Педагоги кировских вузов считают, что в их отношении к получению образования в принципе разницы особой нет. Но свои нюансы в учебе платников все же имеются. Бюджетник студент может не работать. А очень часто вне бюджетному студенту приходится как-то компенсировать те затраты, которые вкладывают, допустим, в него родители. Или вообще сам просто платит за обучение. Это, конечно, сказывается на посещаемости, сказывается на качестве. Вот вернемся к повышению стоимости обучения. Будут ли повышать плату в государственных вузах? В Министерстве науки и образования сообщили, что централизованного повышения цен не будет. Однако в некоторых учебных заведениях допускается корректировка стоимости обучения в пределах инфляции. Практика такая существует. Рассказали в Вятском ГОТУ. Если мы посмотрим по прошлому году, то повышение стоимости у нас было по отдельным программам, но это было в пределах 5%, от 3 до 5%. Я думаю, что и большинство государственных вузов сегодня действует в этих пределах. Кстати, в Госдуме призвали ФАС проверить ассоциацию негосударственных вузов из-за заявления о росте цен на обучение, сообщает федеральные СМИ. Такое утверждение может быть расценено как руководство к действию, думают некоторые депутаты. Ну что ж, ждем итоги проверки. Спасибо, Катя. А мы продолжаем.